Всем привет! Один из моих подписчиков попросил меня осветить тему быстро заряжаемого фонаря. Конечно, заряжаемые фонарики были даже в годы моей молодости. Вы наверняка встречали изображение, по крайней мере, а может у кого-то он и сохранился, фонарик, у которого здесь вилочка, и можно воткнуть его в розетку, и он заряжается. Но заряжаются фонарики обычно долго, и как бы в чем суть вопроса? Да дело в том, что батареечки надо менять. Иногда они текут и портят фонари. Аккумуляторы. Да, у дежурных служб есть хорошие фонари на аккумуляторах, но и эти аккумуляторы оставляют желать лучшего. Ну, хотя есть супернадежные аккумуляторы, но все-таки нам чаще попадаются те, что когда мы хватаем фонарик, и нам надо что-то подсветить, аккумулятор в нем сел, аккумулятор не заряжен или вообще испортился. И надо срочно его втыкать в розетку и подзаряжать. А нельзя ли сделать такой аварийный фонарик, который, конечно, особо-то долго светить не будет, хотя бы полчасика, как сказал мой подписчик, но при этом заряжался бы из розетки практически мгновенно. Итак, давайте вместе с вами посмотрим и проведем парочку экспериментов именно о том, можно ли сделать очень быстро заряжаемый фонарик, у которого не будет ни батареек, ни аккумуляторов. По части надежности я тут, конечно, немножко, наверное, лукавлю. Дело в том, что я использую вот такие конденсаторы. Их надежность повыше, чем у аккумуляторов литий-ионных или каких-то других, но все-таки со временем такие конденсаторы тоже имеют свойство ломаться, протекать или вздуваться. Но все-таки служат они гораздо дольше, чем обыкновенные перезаряжаемые аккумуляторы. И именно на конденсаторах мы сейчас собираем с вами схему. Что для схемы надо? Да, в общем-то, ничего. Нам понадобится конденсатор, токоограничивающий резистор, ну и, конечно же, светодиод. Не будем маяться с маленьким сверхярким светодиодом, который, конечно же, будет от любого конденсатора светиться очень долго. А конденсатор возьмем типовой. Пока что мы проведем эксперимент самый безопасный. Итак, в моем распоряжении конденсатор на 2200 микрофарад, такой можно раздобыть где угодно, хорошо бы иметь побольше конденсатор, или же их батарея. К ним, к этому конденсатору, точнее к одному, подключена лампочка. Эта лампочка 12-ти вольтовая, автомобильная, ну не особо яркая, но вполне годится для того, чтобы делать из нее фонарики. Светится она, кстати, весьма неплохо. И резистор. Вот резистор, как раз о котором я говорил, токоограничивающий. Используем питание от кроны в 9 вольт и возьмем и зарядим конденсатор. Мы зарядили конденсатор и можно засечь время, за какое эта лампочка погаснет. Но время, сразу скажу, достаточно долгое. При этом мы можем ускорить процесс разряда, но при этом увеличив ток. Соответственно, увеличится яркость. Давайте подключим более мощный резистор. Света стало больше, но при этом яркость упадет гораздо быстрее. Можно засечь, можно посмотреть таймлапс. Но говорю вам, даже вот в таком исполнении, в безопасном, свечение достаточно долгое, а заряд происходит крайне быстро. Вот батареечка крона, она подключена сейчас к плюсу конденсатора. А минус конденсатора мы заряжаем. Одномоментно. Раз. И дальше идет угасание. Угасание будет зависеть от того, какой ток мы пропускаем через эту светодиодную матрицу, или через ту, которую мы будем использовать в своем фонаре. И все это зависит от вот этого резистора. У меня их два. Один побольше, другой поменьше. С большим резистором лампочка светится более, ну то есть менее ярко, но зато долго. С другим резистором более ярко, но зато недолго. И так, даже пока я болтал, лампочка все еще горит. А теперь давайте перейдем к более жесткой схеме. Вся схема выглядит вот так. Для серьезных людей мы делаем фонарик, который будет работать не от кроны, где же мы будем искать крону в аварийном варианте, а от сети в 220 вольт. Все то же самое. У нас есть конденсатор, у нас есть только ограничивающий резистор, но мы добавляем выпрямитель. К примеру, вот такой диодный мост. Я его потому квадратным и нарисовал, что будет он квадратным. Здесь я это называю балластным сопротивлением, оно же предохранитель, у меня лампочка. Подъезжаем ближе. И вот она вся схема. Практически все то же самое, но только на 220 вольт. Предупреждаю. Не повторять. 220 опасно. И такой эксперимент желательно проводить либо в сопровождении взрослых, либо взрослым подготовлением. В качестве нагрузки у меня светодиодная матрица, состоящая из трех сверхъярких диодов, рассчитанных на 12 вольт. Конденсаторы. Те, что были под рукой. Тут даже нету тысячи микрофарад, то всего лишь два конденсатора по 680 микрофарад. И диодный мост. Все как нарисовано на схеме. И теперь мы можем посмотреть, будет ли работать такая схема или нет. Я использую вольтметр стрелочный с диапазоном 300 вольт, чтобы показать вам напряжение, которое будет на выводах. А именно после выпрямителя. На вот этом конденсаторе. Внимание! Напряжение будет высоким. Поэтому пальцами в схему готовую лучше никогда не залазить. Резистор и его мощность подбираются в соответствии с потребностями вот этой матрицы. Его можно рассчитать. А еще его можно подобрать методом научного тыка или подбора. Я использовал линейку вот таких сопротивлений. И выбрал оптимальное. Оно располагается у меня вот здесь на столе. А в схеме оно нарисовано. Точно так же, как и на столе. Ну а теперь давайте включим все в розетку. Соблюдая меры предосторожности. Балластное сопротивление, она же лампочка, горит до тех пор, пока не зарядятся мои конденсаторы. После этого оно гаснет. Когда емкость конденсаторов достигнет своего максимума, а напряжение на них мы можем посмотреть. 220 вольт. Чуть больше. Я выключаю из розетки. Все это можно было сделать мгновенно. Убрав лампочку, конденсаторы заряжаются гораздо быстрее. А теперь светодиодная матрица светится в полный накат. Можно наблюдать, как разряжаются конденсаторы. Вот напряжение падает. Но скорость падения обусловлена тем, что сам по себе вольтметр забирает львиную долю энергии. Любопытным я покажу, какое напряжение сейчас на матрице. Используем цифровой вольтметр. Вот так будет видно. И измеряем напряжение. Сейчас напряжение на матрице 8 с небольшим вольт. Я выбрал именно такое напряжение, чтобы не пожечь светодиоды. Горят они долго и ярко. Я просто устану болтать до тех пор, пока они погаснут. Но в заключение все-таки охота сказать парочку слов о таком фонаре. Который можно собрать, это может сделать каждый. Это удобный фонарь. Светится вот такая матрица от конденсаторов в большей емкости будет очень долго. По крайней мере у меня вот в такой схеме эти светодиоды просветились порядка 12 минут. Но мы такого времени выжидать не будем. Ни к чему оно. Можно было использовать просто небольшие сверхяркие диоды, которые горят практически бесконечно долго. И все зависит от того, насколько мощными конденсаторы вы поставите. В моем случае это всего лишь 1000 микрофарад. А вы знаете, что есть конденсаторы, особенно автомобильные, у которых емкость доходит до фарады. Можно ли использовать ионисторы? Не знаю. Но ионистор заряжается, по-моему, более низким напряжением и гораздо дольше. А вот с конденсатором все проще. Ткнул в розетку. Зарядился и пошел работать. Свети себе, как говорится, не хочу. Собрать такую схему в реалии и сделать ее компактной пока что я не могу, но очень хочу. Почему не могу? У меня просто нет конденсатора достаточно большой емкости. А делать на маленьком конденсаторе только ради того, чтобы записать ролик, смысла не имеет. Но вдруг я это сделаю? Смотрите на канале. На этом все. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...